Сейчас раскрою небольшой секрет. В первую очередь, тебе, Стефан. Хотя для тебя, наверное, это уже не секрет. Сегодня из очень многих окон и во многих очень дворах можно будет увидеть наш родной Териколор. А все потому, что сегодня День государственного флага. Действительно, сегодня, 22 августа, отмечается День флага. В Симферополе состоится множество мероприятий. И начнутся они в 10 часов на площади Ленина. Там для крымчан и для гостей нашего города, для Симферополя состоится множество мероприятий. Будут выступать детские и творческие коллективы. И также, помимо этого, будет развернут огромный, просто очень большой флаг, который нам подарили соотечественники из-за рубежа. Ну, Стефан сейчас еще скромничает. Он не рассказывает все интерьеры. А на самом деле, Стефан Филатов побывал недавно в столице. Провел экскурсию, сходил в музей, разобрался вообще, что такое День госфлага и как его отмечают вообще, что флаг значит для России. Информации действительно много, вся она интересная. И советую посмотреть следующий наш сюжет. Владимир Каратеев уже более 40 лет живет в Эстонии. На родине бывает редко, но цвета родного триколора не забудет никогда. Он для мужчины – олицетворение отчизны. В этот раз решил приехать домой специально ко дню государственного флага. В первую очередь, планирует похвастаться перед зятем тем, что видел по дороге. Я ему привезу видео, доказательства. Я все снял. И мост, проезд моста и все, что вот здесь. Все здесь развивается, все здесь. И Таврида строится, дорога. Бело-синий-красный флаг. Для многих жителей нашей страны он символизирует новую Россию, возрожденную после тяжелых 90-х. Но совершенно особенно к триколору относятся крымчане. Для жителей полуострова госсимвол в первую очередь олицетворение мирного неба над головой. Федеральные и региональные органы власти, общественные объединения, школы и больницы. Уже более пяти лет российский флаг украшает фасады всех этих зданий. Сегодня триколор можно найти даже на обычных жилых домах полуострова. Что для вас означает сочетание этих цветов? Здравствуйте. В первую очередь для меня сочетание этих цветов – это вера в будущее наших детей. Для меня это самое-самое-самое. В жизни вижу флаг, значит, это моя родина. Гордились, гордимся, надеемся, будем гордиться. Мало кто знает, что этот символ России может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Точные оттенки красного и синего тоже не прописаны. Есть несколько версий о значении цветов триколора. По одной из них белый символизирует непорочность, мир и чистоту. Синий – постоянство, верность и веру, а красный – символ бесстрашия и крови, пролитой за родину. Качества, которые веками помогали нашим предкам справиться с самыми разными трудностями. Первые флаги во всем мире делались из элементов одежды. Тогда это служило своеобразным способом обозначить границы собственной территории. Как правило, такие флаги очень часто менялись. Но самый первый государственный флаг появился в Российской империи только в конце 18-го столетия. С тех пор флаг Российской Федерации несколько раз менялся. Знакомый каждому гражданину страны Триколор появился летом 1991 года. Спустя 9 лет появился и закон, определяющий правила его использования. Один из главных прописанных на бумаге пунктов о государственных праздниках. В эти дни флаги страны и региона даже вывешиваются строго в определенные часы. В рамках празднования дня государственного флага Российской Федерации на всей территории полуострова запланированы множество мероприятий. Состоятся они, конечно же, и в Симферополе. Главной площадкой станет эта площадь имени Ленина. Как вы видите, приготовления к дню празднования уже начались.